Магический калаш Магический калаш – это удивительная техника, которая родилась в начале прошлого века, когда появились первые журналы. Изначально техника предназначалась для достаточно узкого круга людей, которые ее использовали в исключительно магических целях, скажем так. Однако ближе уже к 70-80-м годам техника проникла уже в более широкие слои, и в психологии появилось некое такое удивительное направление, которое называется калаш души, которым пользуются на сегодняшний день многие психологи. Но корни растут из достаточно древних и магических все-таки ритуалов, потому что создание калаша – это всегда некое намерение, это всегда некое удивительное волшебное магическое состояние, которое позволяет не только создать сам калаш, но в первую очередь понять для себя, что я хочу на самом деле. Потому что для магического калаша это одно из самого важного – понимать, что я хочу на самом деле. В противном случае то желание, которое человек вклеивает, пространство просто исказит, и вы получите то, что вы хотите, но с непредсказуемыми побочными эффектами. Поэтому очень важно делать калаш не от головы, а от сердца. А для того, чтобы сделать калаш от сердца, вам надо на него настроиться. И зачастую самостоятельно это сделать практически невозможно. Калаши у многих не работают, потому что желания идут не от сердца, а от головы. И самое важное в калашах – это то, что пространство дает возможность исполнения вашего желания. А люди, если не готовы к этому, они просто не видят эту возможность. Занимаясь много лет калашами, я точно могу сказать, что все, что вклеится в калаш, возможность обязательно будет предоставлена. А вот увидите вы ее, соответствует она вам или нет, это уже ваш выбор и ваше состояние. Поэтому, когда вы изготавливаете калаш, очень важно быть в резонансе с тем, что вы хотите и с тем, что вы вклеиваете в качестве своего намерения. Чтобы отличить желание от сердца идущее, от желания, навязанного извне от ума, в первую очередь надо уметь настроиться и соединять тело, душу, дух воедино целое. Для этого существуют специальные практики, которые мы будем непосредственно выполнять на нашем магическом создании калаша. Наш семинар отличается от других прежде всего тем состоянием, которое мы помогаем найти тем, кто к нам приходит. Это состояние с помощью древних практик позволяет соединить воедино тело, душу и дух, для того, чтобы в первую очередь осознать истинность своих желаний. Это, наверное, самое основное, что лежит в основе самого калаша. Отличительной чертой нашего калаша является еще то, что мы говорим о технике безопасности. Потому что очень часто в калаши вклеиваются ситуации, которые потом оказываются совершенно противоположными желанию человека. Например, девушка вклеила отношения между собой и своим парнем в зону карьеры. В результате у нее был любовный роман на работе. Из таких интересных случаев тоже вклеивает девушка влюбленную пару. Очень красивое платье, ей понравилось безумно платье. Но она не обратила внимания, что пара смотрит в разную сторону. В результате отношения были именно такими. Но самое забавное, когда одна из девушек клеила очень много фотографий очень полной женщины. В результате через год она сильно поправилась. То есть она смотрела на платье, она смотрела на статус женщины, но она не посмотрела на возраст и не посмотрела на размеры фигуры. Существует очень много небольших нюансов, которые очень важно знать. Потому что без знания этих нюансов, во-первых, реализация будет не настолько яркой и быстрая. Потому что нужно дублировать в некоторых местах свое желание. И плюс надо понимать, что вы вклеиваете. Потому что придя к нам, у вас есть возможность сделать свой коллаж в течение дня. И в течение дня я буду подходить к каждому, смотреть, отвечать на вопросы. И вот такие вот нюансы, где допускаются ошибки, можно с вами сразу исправлять прямо непосредственно на семинаре. И хочу еще один забавный случай по поводу большой и светлой любви. Значит, девушка вклеила очень много любовных сцен в свой коллаж. Но все мужчины, которых она вклеила, были разные. Причем разных национальностей, разных возрастов. В течение года, да, у нее было много любовных романов. Но они все были с разными мужчинами и вот с теми типажами, которые она вклеила в свой коллаж. Но замуж она, естественно, не вышла. Но мужчин было много. Включительной особенностью коллажа, с которым мы будем работать, это уникальная совершенно возможность получить энергию, помощь и подпитку от энергии древних рун. У всех участниц семинара будет возможность определить для себя самое важное, что она хочет получить в течение этого года. И наш магистр и мастер рун Панчо Бутиерес, он пишет лично в коллаж каждой участницы руну в зависимости от ее желания. То есть он усилит определенный квадрант ее коллажа. Поэтому это уникальная возможность сочетать очень древние технологии и формировать совершенно удивительное и волшебное пространство своей жизни. Если вы не планируете свою жизнь, то жизнь планируется за вас. Поэтому строить планы, ощущать желания от сердца и стремиться к их реализации – это прямая задача любого человека. Поэтому если вы не формируете пространство своей жизни, то пространство жизни формирует вас. Если вы хотите осознанно идти вперед, осознавать свои желания от сердца, осознавать, что навязано от ума и заставляет вас делать вещи, которые совершенно вам некомфортны, которые вас медленно, но верно убивают, то работать с технологиями намерения надо обязательно. Это развивает человека, это позволяет раскрывать способности, это открывает возможность доступа к энергии интуиции. В какие-то моменты это нечто сродни ясновидению. Но это ясновидение, которое идет от сердца, это ясновидение относительно себя, это четкое понимание, что я хочу. Годовой калаш, он запускает работу по всем направлениям. И самое интересное, что это реализуется зачастую не за один год. По нашему наблюдению, некоторые намерения реализуются в течение от 3 до 5 лет. Но от 40 до 60% заявленного реализуются в течение года.